Итак, в этом ролике мы поговорим о том, как привлечь покупателей в ваш онлайн-бизнес. То есть, что нужно сделать в социальных сетях вообще, для того, чтобы покупатели приходили к вам сами, для того, чтобы не тратить дорогущие, очень большие деньги на рекламу, на продвижение на Эдси, в Гугл, на рекламу в Фейсбуке и так далее. Какие главные маркетинговые стратегии, я вам расскажу пять, которые реально помогут вам продвинуть ваш онлайн-бизнес, если вы будете слушать внимательно и возьмете ручку и будете записывать. Перед тем, как мы поговорим об этих пяти стратегиях, то, что лежит вообще как фундамент подо всей идеей маркетинга, я это не перестаю говорить, значит, вы обязательно должны будете определить, кто является вашей целевой аудиторией. Без этого никак и никуда, нигде вы продвинуть ничего не сможете. Почему? Потому что если вы пытаетесь продать ваш товар всем, то вы его не продадите никому. Потому что то, что интересует маленькую девочку или 15-летнюю девочку, это совсем не то, что интересует ее бабушку или дедушку или мотоциклиста. То есть это совершенно разные люди, с совершенно разным восприятием, один стиль, одни вопросы, одни даже манеры общения, понимаете, даже бюджет. Ну вот все от каждого покупателя к одному другому отличается. Поэтому постарайтесь сузить как можно больше вот вашу покупательскую нишу. То есть пускай, я знаю, может быть у вас несколько типов покупателей, да, ну возьмите ну два, ну три, максимум три, не берите больше. То есть и создайте полный, так сказать, образ этого покупателя. Давайте теперь без лишних слов перейдем к этим пяти маркетинговым стратегиям. Первый из них – это какие вопросы задают мои покупатели перед покупкой товара. Если у вас есть свой опыт, свой магазин, да, то вы можете вполне, вы, наверное, уже просто, ну, с помощью собственного опыта, вы знаете, какие в основном волнуют их вопросы, что их интересует, когда товар будет доставлен, как он, из чего он изготовлен, какой там, можно как-то поменять его цвет или как, я не знаю, окей? Вот в каждом товаре есть свои вопросы. Например, когда-то, я помню, делала такое исследование, смотрела, так много узнала просто, читая отзывы на Амазоне, да, про маленькие вот такие вот коллекционные машинки, ну или машинки, игрушки и так далее. Короче, я узнала, что больше всего, вот кто целевая аудитория на маленькие такие машинки? Это бабушки и дедушки, которые покупают такие машинки своим внукам, потому что они когда-то в детстве играли с такими машинками, да, и вот это главная целевая аудитория. Это просто стало очевидно, потому что вот люди, которые покупают, ой, как эта вещь понравилась, как эта машинка понравилась моему внуку. И вот что они там пишут, какие они задают вопросы, где она сделана, да, если в Китае, да, сразу качество. Значит, мы понимаем, когда человек говорит, сделана в Китае, он не хочет покупать машинку, сделанную в Китае, это значит, что он хочет что-то сделанное более высокого качества, правильно? Значит, эта машинка должна быть durable, должна дольше служить. Значит, здесь, конечно, будет очень хорошо сделать, там, скажем, гарантию пожизненную, да, на такую вещь. Или, например, они спрашивали, открываются или закрываются там дверцы, из какого материала она сделана, как далеко она проезжает. И вот такого вот плана вопроса, и вот именно вот что нужно понять, что очень часто эти вещи, кстати, также коллекционируют, да, это значит, что эта машинка должна быть обязательно в упаковке, потому что, когда люди коллекционируют, они обычно ставят их вместе с коробочкой на себе на полку. В общем, короче говоря, вот все эти вопросы нужно досконально, нужно понять. И когда вы их поймете, тогда вы сможете делать посты, да, вот в вашем, ну, в социальных сетях, которые будут отвечать и давать ответы на эти вопросы. А, кстати, вот одна из вещей, которую я выяснила по поводу машинок, что их очень любят покупать в плохом состоянии. Вот кто бы мог подумать. То есть, такие сломанные или старенькие, потому что, оказывается, что это популярнейшее хобби. Люди покупают эти машинки и сами их дома реставрируют. Куча видео на ютюбе, да, как покрасить эту машинку, как ее сделать. Вот, понимаете, представляете, сколько постов на эту тему можно было бы создать, показать до и после. Ну, в общем, сами просто подумайте, какое воображение. И, в принципе, это касается любого товара. Следующая маркетинговая стратегия – это какие проблемы мой товар помогает моему покупателю решить. Ну, я не знаю, давайте возьмем вязаные носки. Самый такой простой элементарный пример. Главная проблема с вязанными носками, которые сделаны из шерсти, это то, что они колются, да, очень сильно, или то, что носки, предположим, выглядят как будто они теплые, а они совсем не теплые, или, ну, да, какие проблемы может решить мой товар, который связан из такой мягенькой-мягенькой шерсти, которая не колется и которая согревает, понятное дело. Опять-таки, мужские носки или женские носки? Когда одевают мужчины носки, когда одевают женщины носки? Мужчина, в основном, когда они идут куда-нибудь в горы или куда-нибудь с рюкзаком какой-то кемпинг делают. Короче, когда они проводят время на улице, да, женщины в основном любят одевать носочки дома, для уюта, для тепла, понимаете, разные совершенно целевые аудитории, правильно? Хотя носки могут быть очень похожими, там, разными только по расцветке и по размеру, например. Но вот здесь очень важно понять, именно какую проблему ваш товар помогает решить. Кстати, в данном случае, вот в такой маркетинговой стратегии, которая направлена на решение проблемы, очень часто помогают отзывы. То есть посты от ваших уже существующих клиентов, да, которые пишут о том, как потрясающе ваш товар помог им. Ну вот, например, вот, ну, даже чего далеко ходить, вот это видео, которое вы смотрите сейчас, оно помогает решить проблему покупательскую какую, то, что очень тяжело и очень трудно и дорогостояще привлекать клиентов с помощью рекламы онлайн. И я показываю, ну, как бы даю вам стратегии решения, как вот избежать эту проблему без того, чтобы тратить большие деньги. Итак, переходим к третьей стратегии. Есть ли какие-то истории ваших клиентов, да, или ваших потенциальных клиентов, которые не использовали ваш товар, либо они ничего не использовали, да, и у них все еще есть эта проблема, или они использовали товар конкурентов, какой-то другой товар, да, и что с ними после этого было. Вообще истории ваших клиентов – это одна из самых так сильно эмоционально заряженных таких инструментов, которые действительно работают. То есть ужасные истории людей, которые не использовали ваши товары, да, ну, я вот могу привести, конечно, для себя, в примеры там куча разных, вообще совершенно ненужных и неинтересных каналов, или, может быть, они интересные, но ненужные, давали людям слушать то, что они хотят слышать, ой, какой ты молодец, делай, твори то, что ты хочешь творить, и все у тебя получится. Вот, и в результате человек творит и думает, что, значит, все это так потрясающе и красиво, потом у него не получается ничего продать. Ну, короче, вы сами понимаете, это я сейчас так рассказываю, я же не клиент, да, но я рассказываю просто историю того, как можно было бы обернуть наш канал, например, в такую, да, оболочку, где клиент, который вот использовал товар, ну, или смотрел видео других конкурентов, других каналов, и к чему это его привело по сравнению с тем, когда он посмотрел наши видео, и он действительно увидел, что эти стратегии для него реально работают. Четвертая стратегия – это истории успеха. Опять истории, 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 да. То есть первая – это была история неуспеха, да, это что случилось, когда мы не использовали этот товар или использовали какое-то другое второе. Это история успеха, когда мы, да, использовали этот сервис, боялись, да, но в результате получил больше бизнеса, согрелся, похудел и так далее, и тому подобное. Что случилось после того, как ваши услуги, ваш товар был использован вашими покупателями и клиентами? Ну, то есть здесь идет речь, конечно, не только о товаре, может быть, и сервис. Итак, давайте переходим к последней, пятой маркетинговой стратегии. Это стратегия такая. Какие советы вы могли бы дать вашей целевой аудитории, то есть вашим потенциальным покупателям? В отличие от всех остальных историй и стратегий, это вообще даже не касается конкретно вашего товара. Для этого вам нужно понять, что на самом деле интересует ваших клиентов, ваших покупателей. И, ну, например, если вы продаете украшения, это не обязательно должны быть посты, обязательно там только про украшения. Это могут быть советы, что, например, в моде и в тренде в 23-м году, какие ремни мужчина ни в коем случае не должен носить в этом сезоне, или наоборот, там, какие сережки ни в коем случае нельзя одевать к такому типа платья. Ну, в общем, понимаете, да? Если этого человека, там, интересует, в принципе, мода и тренды, то это одного типа советы. Если этого человека интересуют запчасти для машины, да, то совершенно другого типа. То есть подумайте, вот те люди, которые покупают маленькие вот эти машинки, да, а еще какого рода игрушки, там, для своих внуков, их могут заинтересовать. Поэтому вы можете создавать подобного рода истории, давать советы именно на те темы, которые интересуют вашу целевой аудиторию. Я надеюсь, что эти советы были полезны для вас. Пожалуйста, оставляйте в комментариях, что вы думаете по поводу этого. Или вас интересуют еще какие-то идеи, да, как привлекать клиентов или как подобрать, как найти первых покупателей в свой магазин. Я вот все думаю, кстати, снять ролик на эту тему, как найти самых первых покупателей. Ну, в общем, напишите, если вас интересует эта тема. И, пожалуйста, если вам понравился этот ролик, то поставьте ваш лайк и оставьте ваш комментарий. Буду очень вам благодарна.